Даша Малахова. Картата-потата. Привет! Витаю всех на Радио НВ. Я в прямом эфире. До меня уже завитал мой сегодняшний гость. Я запросила Тимура Дорофеева. Привет! Если головы болят на погоду, Фармадол прийдет на помощь. Фармадол. Таблетки от головного боли. Привет, Даша. Привет, привет! Тимур Дорофеев. Главный редактор «Хаш Телеграф». Летописец, бармен, диктат. Это ты сам себя так назвал. Это не я. Коктейльный гуру, судья конкурсов среди барменов, эрудит и мощный знаток лучших книг мира. Ну вот после летописца это уже не я себя назвал, а тоже ты. Я только говорю летописец. Да, по-другому не могли найти должность. Как это описать? Да, как назвать человека, чтобы не назвать его пиарщиком, потому что слово пиарщик было ругательное в наших кругах. Поэтому давай его назовем летописец. Собственно, это отражает суть моей работы с бармен-диктатом. Я летописю. Я описываю всё интересное, что происходит в бармен-диктате на странице в Фейсбуке, в соцсетях. Слушай, давай сегодня по летописям на такую тему. Кухня — это не для слабаков. Почему такую тему я выбрала, скажу. Сейчас происходят невероятные вещи в мире. Если раньше это было про... То есть люди всё время какие-то между собой разграничения пытаются найти. И мы уже пережили расизм, мы уже пережили, переживаем, но думаю, что уже почти пережили историю про разностях с общественностью ЛГБТ. А сейчас у нас новая тема — гендерное равенство и неравенство. Я не буду сегодня прям сильно эту тему затрагивать. Просто чтобы не накинуть на вентилятор, чтобы это было очень осторожно. Мы в таком будем формате работать. Но всё же я бы хотела с тобой именно об этом сегодня поговорить. Тема непростая. И тех, кто нас слушает, я очень попрошу быть внимательными к нашим словам. Если вдруг захочется нас как-то комментировать или что-то нам толковое писать, нам можно писать на Viber, на номер 067-839-38-78. Вот. А у меня будет сразу такой вопрос, Тимур. У меня рядом с тобой такое ощущение, что я хочу, чтобы ты говорила, а я молчала. А получается почему-то наоборот. В общем, историческая информация, что кухня — это действительно о дисциплине. И здесь может выдержать далеко не каждый, и человек должен быть закалённым. Часто думают, что это мужчины. Хотя я, как человек, проработавший многие годы на кухне, и видела, как в обморок мужики падали. Но я женщина, вроде бы, по половым признакам. Вот. То во Франции, вот, например, была такая иерархия. После почётной должности главного винодела Франции, ты, наверное, это знаешь, правда же? Нет. Нет? Мне кажется, что на вид ты знаешь всё. Так, управляющий выпечкой хлеба после винодела, потом затем виночерпий, за ним шеф-повар, дальше управляющий ресторанов, и только потом шли маршалы и адмиралы. И даже китель повара, он выглядит как мундир и как военная форма. Да, выборный, да. Да? Расскажи. Ну. Начнём издалека. Это коварный вопрос, я не знаю, почему ты именно мне его адресовала. Потому что ты самый умный из всех, кого мы знаем. Спасибо большое, я постараюсь оправдать. Ну, вот про китель, да, я знаю, поскольку Антуан Карем, да, то есть основоположник французской кухни, основоположник в том смысле, что он первым всё, ну, как-то всё-таки каталогизировал, прописал. Как Станиславский в театре. Да, точно, точно. Если нас смотрят театралы, они поймут, да, вот это сравнение. Карем прописал форму, то есть почему китель двубортный, для того, чтобы, если вдруг на кухне ты испачкаешься, что естественно на кухне происходит, а тебе нужно будет выйти к гостям, то есть ты можешь двубортный китель перестегнуть на другую сторону, у тебя будет белый он снова, без пятен. Ага, это поэтому? Да, то есть всё, прям всё вот имеет. И вот смотри, здесь опять же ложечка мёда в бочке дёгтя и превратить его в женскую сторону. Да, на самом деле, а что это вы, мужчина, вышли в женском кителе, точно. У жены взял. Ну, вообще там куча вот вещей тоже, как бы, как обычная история, когда какие-то разумные или рациональные вещи ритуализируются, превращаются в какие-то там нефункциональные, да, ну, в смысле, как колпаки шефов, да, почему на кухне нужно носить головные уборы? То есть, казалось бы, понятно, для того, чтобы волосы не падали в еду, очень неприятно получать блюдо, да, которое, опять же, там, стоит каких-то дурных денег с волоском. Да. Хотя в какой-то момент, опять же, типа, от всего этого отказались, там, не знаю, вот, герои наших дней, там, не знаю, Пьер Уайт, например, да, который, типа, учил Гордона Рамзи. Да, да. Он уже такой весь рок-н-ролльный, у него теперь кудри, да, то есть никто не носил опять снова, то есть пусть падают волосы. И мне нравится, когда они намокают, и они ещё такие, знаешь, да, как сосульки такие над едой, да. Вот такой, да. И никто, кстати, не носит такую специальную сумочку для бороды. Для бороды, да, да. Понимаешь? Ну, на голову одел, а бородаш. А на производствах носят, между прочим. Да, вот, и кондитеры носят. Ну, видимо, в конфетах как-то волосы явнее. Там можно на утку списать волосатую. Ну, вот по поводу колпаков, вот эти вот тоже, ты читаешь какие-то байки о том, что почему ты защипаешь, что их должно быть ровно сто, потому что это символизирует сто способов приготовления яйца. Да, то есть, короче, тут какая-то такая красивая романтическая пурга. Это как, да, знаешь, защипами на хинкале тоже. Да, да. Сколько их должно быть, типа. И если не столько, типа, ну, всё. Это неаутентично, да. Выплюнул и всё. Выкинул в мусорник хинкаль. Платить не буду. Ну, вот, короче, вот часто всё это как-то ретализируется бессмысленно. Хотя, безусловно, на кухне должна быть форма. Это не обязательно должен быть китер, безусловно. Китер, мне кажется, нужен, когда действительно шеф выходит в зал. То есть, безусловно, он должен быть красивым. Красивым, да. А так, головной убор и любая удобная одежда. То есть, по поводу обуви тоже можно долго разговаривать. Да, да, ой, про обувь это вообще очень интересная тема. Но я надеюсь, мы к ней чуть позже вернёмся. Но я хочу вот здесь подхватить такую тему. Вот ты сказал про защипы, про вот эти вот все штуки. И такое впечатление, что тут звёздочки надо начать нашивать. И это превращается всё вот в эту военную тему. Как-то ты видишь человека, но ты реально не понимаешь, почему его так нарядили. То есть, что эти висюльки означают, что это... Знаешь, мне кажется, если честно, это немножко... Это помогает дисциплине в том смысле, что есть какие-то пафосные штуки, и когда ты чего-то не понимаешь, оно как бы чуть-чуть на тебя давит своим авторитетом. То есть, как бы человек в обычной футболке или рубашке имеет меньше авторитета, чем человек с какими-то блямбочками, какими-то звёздочками, какими-то защипчиками, знаешь, ну, то есть вот... Нет, может быть. Может быть, опять же, просто для того, чтобы быть всё время аккуратно на тёртых звёздочках с проглаженными защипчиками, нужно потратить достаточно времени. Да. То есть это говорит о том, что ты дисциплинирован, что ты, да, то есть вот это уже... Это чуть-чуть военная такая, правда, штука? Ну, вот что-то в этом есть такое. Да, на больших кухнях, мне кажется, без военного порядка, типа, ну, просто невозможно. Вот. Как хорошо, что ты это сказал. Потому что дисциплина, которую даёт работа на кухне, держит даже самых отчаянных. И в Англии даже существует ресторан The Clink. Ты знаешь о нём или нет? Там работают поварами около 30 заключённых и принимают до 96 гостей в день. У них 357 отзывов «отлично», и только один отзыв «плохо» в TripAdvisor. Ну, ты вообще не представляешь, но это такой, знаешь, идеальный шеф-повар, он какой? И как вообще правильно строятся вот эти взаимоотношения? Потому что я какое-то время была женщиной, а потом я попала на кухню, на итальянскую кухню. Я начинала посудомойщицей. Я пришла работать в ресторан в итальянский, меня не взяли. Я хотела работать официанткой и на кухне. Мне сказали нет. Я ушла и думаю, и повернулась уборщицей, мойщицей посуды. И там сделала так, что в меня влюбились ребята итальянцы на кухне. И довольно быстро я стала су-шефом в этой кухне. Ну, я пошла таким женским путём. Стремительная карьера. Стремительная, но тяжёлая, скажите. По-женски. Но это не отменяет того, что я много очень работала. Но там у меня на спине появилось такой след, он у меня до сих пор есть, от бюстгальтера. Там у меня такая полоска и кружочек. Меня били по спине в одном и том же месте. И вот эта штука с годами впечаталась. Да. Представляешь? Били по очря или наоборот? Ну, по-разному. Как своего парня? Да, но вот били по спине. Знаешь, то есть сегодня это, наверное, абьюз уже был бы. То есть уже можно было бы подавать в судно это. Но тогда это был 95-й год. Это было как бы и в Англии. Ну, то есть я была украинкой, там наравне с албанцами, понимаешь. Ну, как бы не особо там качала права. Но вопрос вот такой вот. Что ты думаешь по поводу дисциплины на кухне? Ну, в смысле, нужна ли дисциплина на кухне? Какого уровня нужна дисциплина? Ну, вот где вот эта грань, да? Потому что это опять же вопрос к женщине. Ну, вот туда я тяну. Да, в смысле, тут ситуации могут быть, конечно, очень разные. Помнишь сериал «Друзья»? Да. И там одного из мужских персонажей, у него был начальник, который всех хлопал по жопе. То есть это был такой знак поощрения, а вот этого главного героя, типа, он не хлопал. То есть этому вроде с одной стороны как бы неприятно, с другой стороны неприятно, потому что всех парней это хлопает. То есть вот очень сложные ощущения, да? То есть, безусловно, то, что дисциплина, мы уже вроде как не спорим, что дисциплина на кухне, безусловно, нужна. Да. Но должен ли быть руководитель деспотом? Токсичным, да. Да, конечно же, нет. Ну, то есть это, опять же, возвращаясь там к философам древности, да, к Аристотелю, он когда описывал устройство государства, то есть лучше, на самом деле, признана не демократия, а просвещенная монархия. Безусловно, это прекрасно, когда у тебя есть просвещенный единомышленник, ну, короче, глава государства или глава кухни, но очень легко это превращается в худшую форму государства, если это превращается в деспотию. То есть тут же у тебя появляются фавориты, любимчики, нелюбимчики, да, то есть ты начинаешь как бы там людей унижать, харассмент в том самом, в своем чистом виде. То есть на кухне все мы читали, типа, книги об истории, да, французская кухня классическая, обязательно, это же часть воспитания, тебя там унижали, а ты должен был терпеть, ты должен был все это, типа, пройти. Ну, мне кажется, это совершенно ненужная, на самом деле, часть. Это, наверное, не очень современно, правда, мы живем, наверное, сегодня в другой парадигме, где у нас свободы другие. Вот люди часто говорят, я там на него наорал, он встал и ушел. Вот сволочь! Даша, я тебе скажу вот что, есть люди, то есть, правда, сейчас говорю со всей ответственностью, то есть есть люди настолько несложные, что иногда действительно вот ему нужно один раз дать воспитательных целей в лоб один раз, ему станет понятно, и все, после этого ты с человеком общаешься нормально. То есть вот... Я хочу, чтобы ты стал министром кулинарии. Вот на этой фразе мы сейчас уйдем на перерыв, вернемся и продолжим говорить сегодня с Тимуром Дорофеевым. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Година кулинарии на радио НВ Даша Малахова, картата-потата. Так, вітаю всіх знову на радіо НВ. В нас нова музыка, це класно було, мені сподобалося. Ми маємо йти далі. Сьогодні в нас, можна сказати, такий трошки інтелектуальний ефір, хоча, мабуть, він завжди інтелектуальний, завдяки моїм гостям, не завдяки мені, звичайно. Нам можна писати сьогодні зі своими питаннями на Вайбер. А ми сьогодні говоримо ось про що. Про дисципліну на кухні, про те, як відбиваються відносини на кухні ресторанів. І згадуємо і відомих шеф-кухарів, і жінок, і сильний характер. І сьогодні я хотіла б ще й поговорити про задоволення на кухні. Хоча, якось, мабуть, якось скомкало все це. Короте, в гості до мене завітав Тимур Дорофеєв. Ще раз привет, він главний редактор. Хаш Телеграф і літописец, бармен диктат. Ми вже посмеялись по цьому поводу, але на самом деле він гуру в коктейлях, судя конкурсів среди барменів, рудит. В общем, дуже-очень мощний человек, і рядом с тобою сидеть мене дуже приємно, це прям твоє сіяне делает мене умніє. Нам можна писати на вайбер, номер вайбера 067 839 38 78. Смотреть нас можна на ютюбі, а потім ще можна і наш подкаст слушати. І ще можна заходить к нам в інстаграм, і там є мої рецепти. Тимур, ми йдемо далі, і вот говоря о цей дисципліні, о еволюції відношень, про те, наскільки все це должно быть серьезно і є. Тому що серйозність, вона як-то, можливо, творчество вбиває, да? І вот я б хотела поговорити о культурі на кухні. Вот потому що еволюція ж именно между шефом і помощниками, она ж продолжається, то есть це дуже нова історія. Вот цитата Рене Радзеппи, він говорить, що я почала роботати поваром в то время, коли можна було ще за просту ошибку получить пощечину от шефа і увидеть прям тарелку, которая летить через всю кухню, которую запустила в того, хто готовив, це слишком медленно. Вот, то есть тут даже не про вкус идет, тут просто даже про скорость идет. Вот, і в ТВ-шоу, как бы мы говорили, уже упоминали сегодня шефов, которые там крикливые, страшные, вот. Но ведь это красиво в ТВ-шоу, но тиранія же, она убивает вот эту креативность, эту культуру, которая вот с человечностью, с гуманностью, которая как бы и стимулирует это творчество. Про легкость, вот что ты думаешь? Если мы говорили, опять же, то есть довольно грамотное сравнение с военной культурой, да, то есть ждем ли мы креативности от солдата-исполнителя? Нет. Мы ждем, чтобы когда командир, который, как мы предполагаем, знает, что он делает, отдавал команду, эта команда была выполнена в кратчайшие сроки. То есть здесь та же история на кухне. То есть если у тебя грамотный шеф, то есть он знает, что он хочет. Поэтому вступать в дискуссии с юным созданием, которое решило вдруг высказать свои точки зрения на мир, как бы, ну, давайте не в рабочее время. Поэтому есть четкое разделение, да. Шеф за креативность отвечает шеф, либо, не знаю, су-шеф, да, либо человек, которого он назначил, отвечает за креативность. Но это тоже работа креативности. Совершенно верно. Типа есть прописанные технологички, будьте добры, следовать, блядь, извините, технологичкам без отсебятины, потому что у нас тоже проблема часто на кухнях в том, что вводят блюда, меняется там человек через три месяца, который приходит со своим видением, и блюдо начинает мутировать во что-то совершенно неузнаваемое с тем же названием, как и в первый день введения меню. Для того, чтобы этого не происходило, и нужна вот эта вот железная дисциплина. Опять же, как мы говорим, безусловно, типа, то есть есть, как это, да, то есть есть харизматичные начальники, которые вроде как тебя и душат, но при этом ты понимаешь, типа, каков вот всё-таки вот силён, да, типа, ты всё равно любишь человека, потому что понимаешь, что он это делает из любви к делу, а не из ненависти, я там не знаю, к подчинённым. Да, и тут, знаешь, ещё интересная история. Ведь шефам невозможно родиться, так же, как и генералам. То есть это означает, что человек вдруг, нас сейчас слушают молодые повара, которые работают на кухне, я надеюсь, они слушают высокоинтеллектуальное радио, вот. Есть подкасты, они могут переслушать. Переслушать, да. Если сразу не поймут, из помолодости. Примусить их слушать, да. И ведь есть такой очень важный момент, то, что молодой специалист, он всегда думает, что вот он не понимает меня, вот он не слышит меня, да, и он просто недооценивает, что он съел вот все эти пуды, вот этих вот какашек, извините, что это в кулинарной программе, но он их съел, и он знает, он понимает, что сейчас чувствует молодой повар, но просто это не то время, когда это выясняется. Очень важно сказать, что действительно очень часто думают, что креативность, она, что и это как-то, знаешь, вот я как хозяюшка, потому что я же не совсем, я не настоящий повар, я только делаю вид, что я повар, вот, и хоть у меня и книги выходят, но тем не менее, ведь есть огромная разница между тем, что ты готовишь для своей семьи, и ты и этого щепотку, ты как рататуй, и этого щепоточку, и это, и между тем, когда у тебя есть стандарт, и просто у тебя есть скорость, потому что удовольствие человека, он голодный пришел, но никто сытыми в ресторан не ходит, да, и, ну, есть вот этот вот момент, давай, 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 быстрее, быстрее. Да, да, совершенно верно, то есть, когда ты нанимаешься на кухню работать, ты не в ученики идешь, ты идешь специалистом, да, который должен выполнять свою работу, а уж потихонечку, да, как бы ты еще, и как ученик, это твой факультатив, а не обязанности шефа, типа, как бы уделять тебе время во время работы. Домашнее задание. Это, кстати, очень похоже на театральную среду, и вот актеров и режиссеров, потому что, на самом деле, режиссер хочет, чтобы актер уже был готов на репетиции, выходил и что-то показывал, а не начинал рассуждать. Дома рассуждай, учи текст, приходи и показывай, на что ты способен. Да, это тоже в своем роде тирания, потому что все-таки нам говорят режиссеры, что мы же, ну, как бы креативим, тоже мы часть этого процесса. Ну, думаю, что они нас обманывают, креативят они, а мы должны просто воплощать их идеи, получается. Лучший экспромт — это подготовленный экспромт, это мы все знаем, конечно. Это правда. Конечно, знаешь, говоря об этой теме, о скорости и вот то, что вот происходит на кухне, это связано со стрессоустойчивостью. Я в своей жизни встречала, это не сексистское, сейчас будет гендерное какое-то высказывание, но я встречала женщин более стрессоустойчивых, чем мужчин. То есть мне кажется, что со стрессом женщина справляется лучше. Может быть, я не права, можно мне это сейчас писать в Вайбер на номер 067 839 3878, но я думаю, что в связи с тем, что из женщины вылазит человек, это, наверное, такой серьезный стресс, вот, ну, в принципе, да, и поведение как-то, наверное, это тоже влияет на поведение, вот, то женщина, она, ну, как бы более устойчива вот к каким-то непрогнозируемым ситуациям, и часто она сама их создает даже, потому что в ней, в них ей немного комфортнее, чем в каком-то штиле, да, и тут вот кухня, ба-бах, сейчас мой следующий вопрос. У каждого повара есть свой стиль, но это не влияет на возможность стать звездой или попасть в Forbes, или заработать состояние. Вот факты. Самые богатые шеф-повара в мире среди женщин по версии ресурса Chefs Academy. Рэйчел Рэй, состояние повара, шеф-повара составляет 60 миллионов долларов. Айна Гартен, автор кулинарных книг и телевизионных проектов «Американская успешная телеведущая», ее состояние как шеф-повара 44 миллиона долларов. Конечно, мы знаем тоже и Марту Стюарт, которая судилась... Ну, сидела в тюрьме. Сидела в тюрьме за налоги, за манипулятором. Ну, да, да, инсайд, да, использование инсайдерской информации, да. Я хочу сказать, что имена, которых ты называешь, на самом деле они заработали не как шеф-повара, они заработали, как это, продавая товары под своим брендом, да, стопудово. Как ты хит разделал! Ну, как и все, как и все, ну, мужчины тоже. То есть невозможно, просто будучи шеф-поваром в каком угодно роскошном ресторане, стать миллионером, честно. Но я считаю, если не воровать, как, кстати, поступал небезызвестный Агюст Эскофе, о чем, кстати, умалчиваю, да? Да. То есть, ну, кто помнит, что Агюст Эскофе воровал в Савое? Никто. Все помнят, что Агюст Эскофе великий человек. Человек, которому принадлежит множество названий, открытий, лицептов. А вопрос такой, чтобы стать крутым поваром, и классно, что ты это сказал, образования мало, и его даже может даже и совсем, даже и не быть, как у некоторых поваров. Ну, и что ты именно посоветуешь, как журналист Рудит, вот который очень много видел? Вот так я выкрутила от твоего вопроса. Потому что сейчас можно же быть блогером, и типа этого достаточно. То есть человек-блогер на полном серьезе, ну, он может готовить, учиться готовить вместе со своими подписчиками. И это очень эффективно, потому что человек не ассоциирует себя с какой-то звездой далекой, да, китель, блямбочки, звездочки какие-то, а просто человек у себя на кухне. Ребята, что делать? Давайте вместе. Это, на самом деле, это очень трушный способ, потому что, да, то есть если ты сразу выступаешь, я, ну, предположим, я звезда, и сейчас я вас буду учить, да, то есть ты уже как бы, с тебя и спрос как со звездой. Далек, да. А когда ты начинаешь просто говорить, ребята, типа, я еще не очень умею, сейчас будем вместе учиться и как бы там наш уровень прокачивать, это трушно, это людям близко, да, то есть... Уровень доверия выше получается, да? Да, да. Такая же история была вот и в коктейльной культуре, да, в которой я все-таки больше считаю, типа, там, сведущей. То есть когда начали появляться первые блоги профессиональные, то есть не было профессионалов, которые бы и коктейли готовили, и владели словом достаточно бойким, поэтому появлялись всякие айтишники, как раз, да, любимая аудитория баров, которые заводили с сайта и говорили, ребята, я вот не понимаю, а вот этот рецепт, а это чего, как... Собственно, вот из них выросли спецы, теперь там большие имена. Какой-то волны, или какой уже волны там? Какой-то... Да, какой-то волны, уже волн много в барной культуре. Да, чё, да, чёрные лебеди, голубые океаны и волны третьей, четвёртой, пятой. Слушай, но вот Джейми Оливер тоже фактически стал Джейми Оливером благодаря вот этой вот очень простецкой штуке. Несмотря на то, что он тренированный, настоящий повар, который работал в Ривер Кафе, где его открыли на Channel 4, он говорил, что это просто, ребята, не парьтесь, то есть он никогда не говорил вот эти сложные всякие термины, которые были непонятны и не воспринимались. А британцы вообще же ребята простые, ну, как бы им вообще там, типа сэндвич и чашка чая, да. Ну, я хочу сказать, великолепная культура гастрономическая британская, но она, ну, в общем, вот такая, как я сказала. Да, 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 да. Не всюду, не всюду, потому что, конечно, есть и очень классные места с очень качественной продукцией, еда, ну, сама продукция, это 50% успеха, да, но вот как-то они не такие вот понтовые, как французы, возможно, не такие социальные, как итальянцы, и вот где-то там вот они потерялись. Но благодаря Джейми Оливеру они выстрелили абсолютно на весь мир, хотя он как бы итальянскую продвигал больше по странам. Ну, да, ну, кстати, ну, вот Оливер, он, вот свои мысли, то есть у него даже подача, да, такая, как бы, она нарочито простецкая, да, то есть он никогда не занимается декоративным украшателям, там, всё это. И он, опять же, большой плюс, он взял на себе социальную миссию, да, прокачивать меню в образовательных заведениях, то есть, мне кажется, на этом он больше всего баллов набрал даже, не то, что, типа, он как бы там был... Это боль, конечно, британское, ожирение в детском возрасте, это проблема. Но у него ещё был ресторан, который назывался Eleven, по-моему. Это был ресторан, где он набрал людей, молодых людей из неблагополучных семей, и они стали рестораном, и вот они... или Fifteen, вот, Fifteen, Fifteen. Вот, и они там у него работали. Опять же, авторитетность среди детей улицы, людей, которые видели другую жизнь, это другой уровень авторитета. Их прессовать довольно сложно, они все лидеры. Опять же, да, мы возвращаемся к вот этой истории дисциплины, которая, может быть, вдохновляющей, демократичной, как... Потому что, мне кажется, Джейми Оливер вдохновляющий больше, чем деспотичный. Нет, Джейми Оливер, безусловно, обаятельный малый, это безусловно. То есть, это не Рамзи, если его... Ну, то, опять же, напускным. Что мне, кстати, вот, честно, не нравится, поскольку я там смотрел, да, как снимают все эти телевизионные наши шоу. То есть, опять же, я как бы так, между нами, между нами девушками. Да-да, на радио. Я считаю, что, да, вот, телешеф, я как бы использую это обычно в быту, скорее как в уничижительном смысле, потому что это... Сделать красиво, как бы, это все-таки проще, чем сделать вкусно и красиво. И когда ты делаешь это, не знаю, ты можешь это сделать из пенопласта, она будет выглядеть на экране суперовски. Да. И никто, кроме там трех-четырех-четырех человек в съемочной группе не будет знать, типа, что на вкус это на самом деле никакое. Вот, поэтому это все игры, я считаю. Поэтому вот, ну... Здесь напускные вещи. Мне кажется, и Гордон Рамзи иногда прикрикивает. Я о чем говорю, вот поэтому, когда вот еще накручивают, а давай ты будешь кричать, а давай ты будешь как бы там в истерике биться, я считаю, это фу, честно. Я понимаю, это эксплуатация низменных инстинктов, как бы там невзыскательной публики телевизионной, для того, чтобы понимать рейтинги. Но я считаю, что не этим должны заниматься на самом деле, как бы там люди талантливые. Это правильно. То где-то так. Да, классно. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на радио НВ, а мы вернемся сразу после новостей. Даша Малахова Карта та Потата Знову останній блок программы Карта та Потата на радио НВ. Я Даша Малахова, и сегодня мы говорим про дисциплину на кухне. Так, в гостях у меня Тимур Дорофеев, главный редактор «Хаш Телеграф» и коктейльный гуру, судья конкурсов среди барменов и еще летописец для бармен-диктата. Это ты сам так сказал. Я теперь буду так говорить, это очень смешно. И да, конечно же, ты эрудит. С тобой очень интересно разговаривать и поддакивать тебе. Это сразу увеличивает значимость собеседника. Меня сегодня такая, да, да, конечно, я все это знаю, все это перечитала. Рядом с тобой сидела и читала. Так, мы уже сегодня о многом поговорили. Одна из тем наших сегодня – это еда и приготовление коктейлей. Коктейли могут поднять настроение. Мы затрагивали тему дисциплины, демократии. Они не дадут рухнуть депрессию. И моя любимая фраза, конечно же, это пьяный повар, сытый бармен. Мне кажется, это идеальная формула для хорошего ресторана или бара, где я работаю в ресторанах, знаю, что нам всегда немножко подливали ребята из бара, а мы им всегда приносили что-то. От вашего стола нашему столу. Да, 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 да. Вот, ну потому что, конечно, любое дело, которое сделано хорошо, оно поднимает настроение, повышает самооценку. И самое главное, что и тебе хорошо, и твоему коллеге хорошо. А что может быть лучше на работе, чем сделать коллеге хорошо? Вопрос меры, как всегда, да? То есть вот когда спрашивают, а можно ли бармен, например, на рабочем месте пить, если по бармену не видно, что он пил на рабочем месте, можно, безусловно. То есть я считаю, что вот так вот. А есть ли бармен такой, что он и трезвый выглядит, как вот так вот? Он подлепил! Это, конечно, он ловко устроился, да. Но я таких не видел, честно. Я таких людей видела, в баре нет, но по жизни да. По другую сторону стойки сколько угодно, да, да. Со стороны алкоголя там где-то, да, нет. Слушай, мы сегодня затрагивали тему вот этих лучших ресторанов. И вот в этих лучших ресторанах есть такая все равно очень демократичная традиция садиться за один стол, дегустировать, пробовать. Ты, наверное, об этом знаешь в лучших ресторанах. Люди не приходят и сразу идут. Они утром приходят, вместе за большим столом пьют кофе. У них есть каждодневный чек, где они обсуждают. То есть это фактически такой брейнсторм или, не знаю, нарада такая, да, вот где они сидят и обсуждают проблемы насущные с прошлого вечера чаще всего. И вот такими очень маленькими шажочками от сегодня в завтра они идут и обсуждают, абсолютно не принимая это на личный счет, но вот проговаривают, фактически друг на друга даже где-то жалуются. В это время они чаще всего пьют какой-то очень дорогой алкоголь и едят какую-то очень крутую еду. Это ты в сериалах смотрела? Нет. Это очень дорогой алкоголь. Это я не все. Я сейчас говорю про реально классные рестораны, и я тебе говорю... А, прям такие файн-дайнинг, такой вот, большие. Ну да, но там, где они получают... Хай-волюм, много... Да, 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 конечно. Ну, то есть мы берем какой-то определенный... Иногда файн-дайнинг, ну, то есть реально какой-то паб, и там тетя Мотя сервирует. Такое тоже бывает. И нет вообще никакого вот этого, ну, вот этого вот понтов этих. Но там, где те рестораны, которые я знаю, даже где я работала, это была стандартная история. Это была как такая благодарность перед... Потому что работая на кухне, и работая в баре, кстати, и самая любимая вещь, которая есть у барменов и у сотрудников кухни, это чтобы посидеть вот в зале спокойно. Знаешь, вот я сейчас даже оттянулась назад, и даже сейчас покажу, как это делаешь. Вот так вот садишься назад, и тебя вот... То есть ты становишься гостем этого ресторана на какой-то момент. Потому что очень тяжело быть актером и не видеть, ну, как бы не иметь возможности наслаждаться, чтобы для тебя кто-то играл. Знаешь? Я знаю, о чем ты говоришь. Хотя, кстати, интересно, что вот есть же рестораны, в которых, наоборот, запрещают работникам выступать в качестве гостей. Да, есть такие. А есть наоборот? Ну, мне кажется, это вопрос к каким-то личным болям, и скорее, вот то, о чем мы даже говорили раньше, и не успел об этом сказать. Вот эти все злючества, я думаю, что они в большей мере, наверное, от низкой самооценки самих топов. Да, и... Знаешь? Ну, потому что там вот... Вот это вот, знаешь, игра в сословие. Прекрасная история есть у Кати Давыдовой, знаешь, наверняка, да? Да, да. То есть Катя рассказывала, что она пришла в какую-то компанию, не знаю, для какого-то, для беседы. Значит, ее пустил такой чопорный какой-то там, не знаю, офис-менеджер. Да. И она говорит, а можно чаю попросить? Он сказал, чай только для господ. О! То есть Катя офигела от формулировки, типа, чего? Чего? Вот, собственно, вот это называют. Че-че, морду дать! Вот в этих вот ресторанах, которые только для господ, наверное, конечно, обидно, наверное... Это опять же про вот эти вот пундаки всякие на кителе, да? Которые вот делают, отличают, ну вот. Слушай, это... Сиянием не можно, не могут отличаться, отличаются пундаками. Это, ну, в наше время это чисто новоришеская фишечка, на самом деле, потому что... Ну, то есть такое было там в Англии, там, еще там в прошлом веке, да, то есть когда действительно было деление на сословие, то есть все это как бы закончилось там с... Благодаря Маргаре Тэтчер, когда пришли юные, дерзкие, там, заработали миллионы, короче, и закончилась вся эта, да, там еще история, типа, старых аристократов и юных безродных миллионеров. А сейчас у нас вот по-прежнему вот игра вот их... Это комплексы, то есть вот это... Ну, новоришество, когда вот кто-то сказал эту фразу, если у тебя в детстве не было перечинного ножика, а ты вообще-то там вырос, стал миллионером, у тебя все равно в детстве не было перечинного ножика. И вот это вот отсутствие в детстве перечинного ножика по-прежнему у тебя вот внутри муляе, и вот тебе заставляет вот это вот требовать, чтобы к тебе относились как бы вот к чему-то, да, к цаце. Ну вот, наверное, вот все из-за этого. Это правда. И здесь про культуру быта. Когда я езжу во Францию или в Италию, часто в старых домах, которые мы снимаем, это очень недорогие дома, чтобы меня сейчас не стали все ненавидеть. Вот на Airbnb снимаем, там до 100 евро у нас бюджет. Мы живем в домах, ну, реально невероятных, с очень старыми вещами. И там есть всегда очень много ножиков, всяких открывалок для устриц, для разных длина, вилочек, всяких ложечек. И вот этот быт, он тебя как бы создает. То есть все-таки я в этот момент немножко чувствую, что вот, хотя в моей семье есть больше, чем в обычных, наверное, ну, вот этих ложечек, которые передались, у многих, вернее, не обычных, у многих. Но вот все равно я себя каким-то пролетариатом чувствую. Знаешь, и я думаю, что даже разница шефа из Италии и шефа из Украины не просто в том, какие он книжки читает, потому что навряд ли люди читают эти книжки, ну, то есть люди, вернее, наравне читают книжки. А вот культура быта, она очень отличается. Вот это постсоветское пространство, оно где-то нам, да, вот. Поэтому в Италии ты, неважно, кто ты, ну, ты как бы специальным ножом для пармезана режешь пармезан, колешь его, а у нас кажется, что ты колешь пармезан ножом только если ты какой-то миллионер. Я вот об этом. Из смешного тебе расскажу, когда, как все меняется с временем. Я вот читал книжку недавно Лайза Пиккарта, она писала о викторианском Лондоне, то есть вообще вот как бы о быте, да, со всеми, ну, очень интересно, очень рекомендую. И там вот оказалось, что ножи для рыбы появились в 19 веке, то есть старая аристократия не пользовалась в первое время ножами для рыбы. Руками ели? Нет, у них были, короче, ножи, вилки, короче, что-то как бы из старого набора серебра. А ножами для рыбы пользовались вот выскочки, новые деньги, да. То есть было какое-то время, когда, типа, вот если у тебя был нож для рыбы, ты был понторез. То есть типа нож для рыбы, это типа тире наша барсетка получается? Типа того, знаешь, было какое-то время, период старения понадобился для того, чтобы это тоже стало каким-то уважаемым. Ага, ну это как пальчик, который, да, пальчик, да, с лизинцем, знаешь? Ты знаешь, да, почему делали пальчик, вот показывали вот этот? Это мне моя подруга Люси Варнава рассказала, которая занимается английским этикетом в Британии. Наша украинская девушка из Донецка, которая сейчас уже суперуспешный шеф и зарабатывает розет в Британии, кстати. Она рассказала мне историю, что таким образом люди за столом очень красиво показывали на того, у кого сифилис. Представляешь, да, такая вот была социальная игра. Ну вот и типа чем менее ты это делал заметно, тем это как бы было смешнее. Ну как бы вот такое развлечение, телефонов не было. А я вот тоже вот Пикард прочитал, что вот в те же времена примерно, вот кроме сифилиса дурной болезнью считалась и чахотка. Да. То есть причём люди из благородных семей просили врачей написать всё, что угодно. Баронхит, любую другую болезнь, только не чахотку. Чахотка считала, что это болезнь раздрата. То есть тоже странная вещь. Как-то вот всё меняется. Видишь? А теперь не модно быть бедным. Новая болезнь. Не пишите, мы с тобой об этом говорили ранее. Да, он бедный, он переболел ковидом. Ой, Боже, как приятно с тобой проводить время. Я хочу, поскольку я тебя сразу представляла как эрудита, и эта информация нужна мне, как никому. Пожалуйста, дай нам советы по книгам. Что нам читать, чтобы в следующий раз я не чувствовала прям такой себя блаженной рядом с тобой. Чувствовала, что мой интеллект как-то где-то рядом с твоим. Вопрос по книгам. Ну, в смысле, я считаю, что это position number one. Вообще надо читать. А, вообще надо читать. Буквы. Да, я в основном, то есть у меня в какой-то момент начался, я называю это гопсечество. Знаешь, когда уже книжки покупаешь, покупаешь, ты уже не успеваешь их читать, но и пропустить их тоже не можешь. Я в какой-то момент, у меня дома, ну, правда, забиты шкафы книгами моими и жены, то есть они уже стоят на полу, и я теперь очень разборчив. Я редко покупаю бумажную книгу, то есть я должен сделать три круга вокруг этой книги, уговорить себя, что я куда-то, вот ещё кусок, типа вот, бумаги куда-то у меня есть положить. Поэтому я чаще всего покупаю теперь электронные книги. Я считаю, это, конечно, мы живём в волшебное время, ты можешь получить книгу моментально. Да. И у тебя она всегда, типа, вот, честно, у меня вот в телефоне, у меня вот всё, на все случаи, я могу попасть на небитаемый остров, мне хватит там реально, вот на полгода точно я скучать не буду. И там главное всегда можно делать легко. Заметки. Да, вот тут, конечно, чёрт, тут ты меня подловил. Можешь блиновать телефон свой. Да, да, окорок и телефон с книгами, всё, нормально. Так, если говорить про то, что по коктейльным, ну, смотри, у меня есть любимые книги. Давай. Они немножко отличаются. То есть есть, как бы, если вопрос о том стоит, где читать рецепты, то я бы посоветовал подождать буквально месяц, и выйдет книга Дэйла Дегрофа «The New Craft of the Cocktail». То есть Дэйл Дегроф — это, его называют король коктейлем. Да. Совершенно заслуженно. И эта книга, это старая его книга, он сейчас делает её перевыпуск, дополненное, вот как мы любим, дополненное, исправленное издание. И там будет вот любэ. То есть если нужно прямо сейчас, сегодня, я бы посоветовал книгу 2018 года, тоже, опять же, исправленное издание 2003-го, «The Joy of Mixology», уже покойного Гея Риггана. Герри Риггана. Очень классная. То есть он прям каталогизировал всё. Очень тяжело, на самом деле, каталогизировать все коктейли, потому что есть отдельная категория, называется «orphанс», «сироты». Они вообще не подпадают ни под какую категорию. Сами по себе. Да. Есть те, которые подпадают в одну и другую. То есть человек сделал, на самом деле, титанический труд, он попытался всех разбить. Ещё один Станиславский. Да, да. Как это? Только если бы Станиславский сильно пил. Ну, он пил с Чеховым, на самом-то деле. Да. Ну, просто по Ригану видно, то есть ты что-то уж, о, дедушка нормально пожил. Вот. А вообще, вот я люблю книги, люблю книги, это редкая категория, и новых книг в этой категории не появлялось уже полвека. Это, в первую очередь, литература, во вторую очередь, это о коктейлях. То есть таких книг я знаю всего три, они реально кайфовейшие. То есть ты начинаешь читать, ты реально просто получаешь наслаждение от слога. Эти все три книги о коктейлях написали не бармены. Две написали журналисты, а одну написал юрист. То есть вот... Люди. Люди. Написали люди. Книги написали люди. Да, книги от 39-го года, 46-го, 48-го. То есть вот вообще нифига, типа не вчера это всё было сделано. Но книги по-прежнему, они кайфовейшие. Вот одна книга, ни одна книга не переведена ни на украинский, ни на русский язык. Всё на английском. К сожалению, всё на английском. Ты читаешь на английском, easy. Да. У меня есть книга для тебя. Отлично. Вот, поэтому, да, назовусь эти книги. То есть книга 39-го года, это Чарльз Беккер-младший, называется Gentleman's Companion. Companion Джетельмена. Очень классная книга, причём отлично, счастливая история. То есть человек писал книги, ну, смотри, писал колонки, статьи о жизни, вот этого вот кафе-сосайти, всего вот этого всего. Потом, наконец, нашёл, нашёл любимую женщину, наследницу в миллионном состоянии. Ой, как удачно. Просто получилось, да. И вот сразу после свадьбы они отправились во всемирное путешествие, после чего он издал два тома. Один том, вот, собственно, компаньон Джетельмена о экзотической еде. Тоже блогер на самом-то деле. Да, на самом деле тоже, да. Причём, собственно, опять же, вот книга, ну, она просто, я прям советую, вот, правда, упиваешься просто, как это всё описано. В то время, да, в пасть, рядом с ним путешествовать, в третьем. Вот Амахита, на самом деле, типа, широкая общественность узнала благодаря ему, например. Ну, то есть вот он там с Хемингуэем бухал, с Эрелом, ну, в смысле, опять же, если говорить про актёров, в общем, со всеми. Книга номер два. Это Люшиус Бибер. Это он гурман, короче, там, сын, сын, как бы, хороших родителей. Да, учился в Гарварде и в Еле. Из одного и с другого заведения его выгнали, потому что он был большой мастер розыгрышей. Поэтому вначале он разыграл президента Гарварда, его выгнали из Гарварда, потом он разыграл декана Еля, его выгнали из Еля. Вот. Но писал как бог. То есть очень классно. И он вот в 46-м году он издал книгу The Stork Club Cocktail Book. Короче, Stork Club — это такое было место, где нужно было быть всем. То есть это прямо, знаешь, это вот... Кстати, вот считается, что вот сам термин кафе-сосайти, там, по некоторым сведениям, он и придумал. Да. Это вот такой был штаб-квартира Stork Club — это вот место, где нужно было быть, если ты что-то значил вообще. Супер. В артистических. А он ещё и такой хулиган этого. Да, он, да, да. Ну и ещё, конечно же, как бы ещё и гомосексуалист. Всё как надо. Весь набор, короче. И потом, да. Обожаю. Обаятельнейший сукин сын. В общем, книга тоже класснейшая. Ты просто читаешь, вот, ах, прямо, знаешь, физический стон удовольствия издаёшь на каждой второй странице. И третья книга вот юриста, это Дэвид Эмбюри, он написал её в Нью-Йорке. Всю жизнь человек жил, занимался, был каким-то партнёром какой-то там уважаемой, скучной юридической фирмы, которая занималась налогами. Вот. И написал книгу The Fine Art of Mixing Drinks. Короче, очень классная книга. Миксологи на самом деле. Местами, конечно, вот по сегодняшним меркам мы там можем его поймать на сексизме. Вот. Ну, знаешь, это человек, как мэдмен. Ой, начали с этого, видишь. Да, и этим... Человек эпохи мэдменов. То есть он как раз вот такой есть. Книга тоже роскошнейшая. Все эти дядьки обладали прекрасным чувством юмора, прекрасным слогом, поэтому я прям советую очень и очень. То есть все книги есть в электронном виде. Мы передаём привет сейчас всем женщинам, барменам, крутейшим. Это у нас и Эля, и Юля, и Ира Машихина, и всем-всем-всем я хочу... Нам уже нужно заканчивать эфир. Это очень грустно, конечно. Хотелось бы ещё часик. Спасибо тебе большое, Тимур, что ты пришёл. Я буду теперь всё время хотеть с тобой разговаривать. Зови. Потому что я сижу с открытым ртом, как у стоматолога. А мне здесь пришёл... Олег написал комментарий. Я хочу им именно закончить наш эфир. Когда мимо тебя часто ходят благородные дамы и господа в должном парфюрном сопровождении, то в конце каждого рабочего дня начинаешь хорошо пахнуть и сам. Я надеюсь, что люди... Да, это как-то снопское высказывание, но мне кажется, что действительно начинать жить хорошо и начинать есть хорошо, и чувствовать, и думать, и читать можно в абсолютно любой день. Потому что всё зависит же только от нас. Правда? Всё в голове. Всё в голове. Всё в голове. Никаких ограничений. Let it be. Спасибо большое. Оставайтесь, пожалуйста, на Радио НВ. Обнимаем.